Приятные события в самом начале кризисного года. В пятницу губернатор Павел Коньков посетил сразу несколько обновленных объектов социальной инфраструктуры в Фурманове. Это маленькие воспитанники недавно открытого сада на 100 малышей «Ромашка». Детский сад был построен в 1973 году и он работал до 1995 года. Затем с этого периода здание использовалось не по назначению. В 2014 году Фурмановский муниципальный район вошел в проект модернизации дошкольного образования с проектом капитального ремонта здания детского сада. На создание комфортных условий для маленьких фурмановцев ушло почти 38 миллионов рублей. После ремонта сад выглядит как новый. За последние десятилетия это первое крупное дошкольное учреждение, которое открылось в городе. А потому и глава администрации района в явно приподнятом настроении. Хочется, наверное, обратиться сегодня к родителям, чтобы родители сегодня, наверное, рожали, рожали, еще раз рожали. А мы будем заботиться об этих… Строить, 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 еще раз строить. Тем не менее, очередь в дошкольное учреждение в Фурманове есть. В детский сад не пошли еще 116 малышей от нуля до трех лет. Следующий объект – медицинский. Два этажа бывшей детской больницы отремонтировали. Второй теперь будет занимать женская консультация. А третий – педиатрическое отделение центральной районной больницы. Последнее станет так называемым межмуниципальным центром. 20 коек рассчитано на детей Приволжского и Фурмановского районов. Это и есть пример всем известной оптимизации. Здание построено более 30 лет назад и 20 лет из них подразделение пустовало. То есть второй этаж был полностью пустой, он отапливался, было электрообеспечение, но не было возможности его отремонтировать. В настоящее время были выделены деньги, мы восстановили полностью два этажа и сейчас мы оптимизировали более двух служб в одном подразделении. Тем самым мы экономим деньги, то есть более миллиона рублей в год на содержание других подразделений. А вот местным обитателям никакие болезни и уж тем более оптимизация не мешают веселиться. Ну я посыпаюсь, потом укол делают, потом иду на пусту там всякий, потом прихожу в палатку, мы тут играем, едим там, ну и все. Мы обычно целым днями играем. И тянем машину. Ага. А еще? Вот и не пусть я в ней одну машинку не могу. О проблемах безработицы в Фурманове губернатор рассуждать не захотел. Отметил лишь, что в кризисный год ситуация безусловно усугубится. Если говорить о Фурманове, здесь активно развивается предприятие «Магиотекстиль». За короткое время там появилось 350 рабочих мест. Сегодня мы смотрели детский сад, это тоже 30 рабочих мест. Этого количества рабочих мест, конечно, недостаточно. Но стоит честно признаться, что в ближайшее время в Фурманову большего ждать не стоит. Никакие крупные инвестпроекты на территории этого муниципалитета не запланированы.